Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, наверняка многие из вас согласятся, что на основании Священного Писания самый главный город на Земле – это Иерусалим. Но если вы спросите меня, о какой второй по значимости город на Земле, то я, наверное, отвечу Кирья Тарба или Хеврон, как он называется на страницах Библии. Почему? Ну, на этот вопрос я надеюсь вместе с вами сегодня ответить, изучая нашу недельную главу. У нас на очереди недельная глава, которая называется «Хаэй Сары». Это книга Берешит, 23 глава. Я начну читать с первого и второй стих «Бытие», 23 глава. «Жизнь Сары длилась 127 лет. Таковы годы жизни Сары. И умерла Сара в Кирья Тарба, он же Хеврон, на земле Канаана. И пришел Авраам скорбеть о Саре и оплакивать ее». Интересно, что несмотря на то, что недельная глава называется «Хаэй Сары», то есть «Жизнь Сары», по сути она начинается с эпизода описания ее смерти. Эта недельная глава привлекает свое внимание многими аспектами. Во-первых, тем фактом, что она называется по имени женщина, что довольно редкость большая для страниц Священного Писания. Во-вторых, если мы будем с вами внимательно читать первые стихи, вы увидите, что слова, которые в русский язык переводятся как «Жизнь Сары», на еврейском языке звучат немножко необычно. И вот почему. Те из вас, кто изучает еврейский язык, наверняка знают, что в еврейском языке есть множественное число, есть единственное число и есть двойственное число. И далеко не всякие слова имеют двойственное число. Оно присуще только некоторым из них. Так вот, слово «Хаим», что значит «Жизнь», не имеет двойственного числа. И мы нигде на страницах Священного Писания этого слова с двойственным числом не найдем. Кроме, может быть, вот этого случая. Что позволяет нам говорить о том, что это слово здесь имеет двойственное число, его написание. Тот факт, что здесь имеется сдвоенный «Юд», буква, которая напоминает запятую. Размышление на эту тему позволило древним толкователям прийти вот к какому интересному выводу. Что каждый праведник, живущий на земле, имеет как бы две жизни. Первая жизнь, которую мы могли бы назвать сегодня физической, жизнь, в которой мы живем во плоти. И вторая жизнь, это жизнь духовная, которая продолжается и после смерти. Ешо, будучи здесь на земле, подчеркивал такую идею и придерживался ее. Мы можем увидеть, что в своей дискуссии с Саддукеями, Саддуким, он говорит такие слова, что Бог есть не Бог мертвых, но живых. То есть, он подчеркивает, что праведники Авраам, Ицхак, Яков живы перед очами Божьими. Еще интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание в связи с этим словом, это то, что здесь появилась буква «Юд». Я хочу напомнить, что когда мы с вами говорили о том, что Бог изменил имя Сары, там произошла такая трансформация. Одна буква новая появилась и одна буква исчезла. И как раз исчезла буква «Юд». Я не буду сейчас об этом говорить подробно, я просто в описании дам ссылочку на этот урок, вы можете посмотреть об этом поподробнее. Но для меня это соединилось вместе со словами Ешо, когда будучи на земле, он учил народ и сказал, что ни один «Юд», ни одна маленькая буква из Торы не пройдет, не пропадет. И вот «Юд», который исчез из имени Сара при трансформации, здесь появляется, принеся как бы вместе с собой информацию о ее второй жизни, жизни духовной. Итак, мы с вами прочитали, что Сара умерла и Авраам пришел скорбеть о ней. Почему она умерла – вопрос довольно сложный. И есть немало толкований на этот счет. Самое распространенное, наверное, толкование связывает ее смерть с тем фактом, что когда Авраам пошел приносить в жертву сына, то, что мы называем Акидат Ицхак в еврейском языке, опять-таки, я не буду говорить подробно, дам просто ссылочку в описании, у меня есть на эту тему урок. Так вот, когда Сара узнала о том, что Авраам пошел приносить в жертву сына, она побежала за ним вслед и по дороге в городе, который называется Кириат Арбай или Хеврон, она умерла. Когда Авраам вернулся, он не нашел свою жену в Бершеве, отправился в Хеврон и там он узнал о том, что она скончалась. Интересно, в Медраше, в трактате Танхума написано, что когда Авраам узнал о смерти Сары, он как бы сразу состарился. Не знаю, возможно, это было по нему видно, но вместе с тем мы с вами наблюдаем картину. Еще и после смерти Сары Авраам умудрился жениться и нарожать детей и прожить довольно долгую жизнь. Почему? Я отвечаю на этот вопрос таким образом, что завет, который Авраам заключил с Богом, имел в нем огромный потенциал, который выразился в том числе и в его физической силе. Но вместе с тем мы читаем с вами, что именно после этого события Авраам, видимо понимая, что и его кончина не столь далека, посылает Эльезера на поиски жены для его сына Ицхака, отправляя его в дом, в котором он родился, в местность, из которой он ишел. Итак, когда Авраам пришел, дабы похоронить свою жену, ему понадобилось место, где он мог бы это сделать. И он обратился к местным жителям с такой просьбой. Мы с вами читаем Бытие 23 глава, 4 стих. Я пришелец и поселенец среди вас, дайте мне у вас участок для погребения, и я похороню свою умершую. Здесь в еврейском языке стоят слова Герветушав, это имеет именно вот такой смысл пришелец и поселенец. Но нужно обратить внимание на юридическую сторону этого вопроса. Дело в том, что в соответствии с древними законами, очень многие города и царства имели такой неписанный или написанный закон, который запрещал продавать землю некоренному жителю. А Авраам, получается, был именно некоренной житель. И это была проблема, ибо он хотел купить землю. Такие законы имели очень многие государства. Он нашел свое своеобразное отражение, на самом деле, и на страницах Торы. Ибо мы знаем, что с точки зрения закона Божьего, земля никогда не принадлежала человеку навечно. То есть, после того, как человек продавал свою землю, когда приходил 50-й год, Ювель, как его называют, нам Тора, земля возвращалась к своему прежнему хозяину. То есть, мы видим, что подобные законы в древности существовали. Почему я так думаю, что и здесь имеет место такая проблема, потому что мы с вами читаем уже в пятом стихе, в ответ на его просьбу местные жители ему отвечают. Ты среди нас предводитель Божий, похорони свою умершую в лучшей из наших гробниц. Никто из нас не откажет тебе в том, чтобы похоронить твою умершую в его родовой гробнице. С одной стороны, они называют Авраама князем в синодальном переводе, в нашем переводе предводителем Божьим. То есть, они понимают, что Авраам является человеком, у которого завет с великим Богом. То есть, по его поведению, по его жизни видно, что он весьма особенен, и местные жители это воспринимают. С другой стороны, они ему говорят, никто из нас не откажет тебе похоронить твоего умершего в его могиле. То есть, они предложили ему на выбор любую гробницу, которую только он мог бы найти. Почему? Потому что они его уважали, но они не хотели нарушать вот этот закон, даже если он у них был не писан, когда земля продавалась человеку, который здесь не рожден. И это очень, я бы сказал, такой благосклонный ответ. Почему? Потому что его проблема, казалось бы, решалась. Но Авраам очень хотел обладать хотя бы малым клочком земли в этой местности, несмотря на то, что он имел обетование от Божия, до сих пор у него ничего подобного не было. И поэтому он нашел такой выход, он предложил не купить землю, а обменяться подарками, по сути. То есть, ему отдали землю, а он человеку, который отдал ему землю, отдал довольно большую сумму денег. И многие толкователи говорят, что, собственно, не для Авраама, не для продавца это не была супер какая-то большая сумма денег. Но вместе с тем 400 шекелей серебра в то время сумма была довольно огромная. И таким образом, в результате вот этого обмена подарками, у Авраама наконец-то появился небольшой клочок земли. Здесь, в этой местности, и пещера, в которой он мог бы похоронить свою жену. Интересно, что название этой пещеры Махпела, что значит, ну может быть удвоенная, да, большая. То есть, подразумевалось, что там было еще место. И эта пещера в конечном счете становится местом захоронения всех патриархов. Надо оговориться, что когда я говорю о патриархах, я подразумеваю прежде всего тех, кто был в завете с Богом, а именно Авраама, Ицхака и Якова, и их первых жен, которые были вместе с ними похоронены здесь же. И таким образом, это место становится своеобразным напоминанием для еврейского народа о патриархах, а значит, о завете, который Бог заключил с народом Израиля, который заключил с Авраамом. И главное в этом завете, это обетование Машеха, который придет в эту землю, и царствие Божие, которое на земле он установит. Именно поэтому с этого момента Хеврон становится напоминанием Израилю о Царстве Божьем. Интересно, что сумма, которую Авраам заплатил за это место, 400 шекелей. Как вы, возможно, знаете, в еврейском языке все буквы еврейского алфавита имеют цифровое обозначение. И вот цифра 400 является обозначением буквы Тав. Это очень особенная тоже буква в еврейском языке. Почему? Подобно тому, как в греческом языке или в русском языке про Ишоа, мессию нашего Господа и Спасителя, мы говорим Альфа и Омега, так в еврейском языке мы говорим Алиф, Ветав, что значит начало и конец. То же самое, по сути, потому что это начало и конец еврейского алфавита. Но это не единственная причина сара и захоронения, не единственная причина, почему я считаю, что Хеврон является символом Царствия Божьего на земле. Мы с вами читаем вторая книга Царств, вторая глава, первый стих, такие слова. «После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудинах?» И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И он сказал, в Хеврон. Смотрите, у нас снова появляется Хеврон. И в очень особенный период в жизни еврейского народа, в жизни древнего царства. Если вы помните историю, то это время, когда Господь уже избрал Давида на царство, он помазал его, и уже умер Шауль, который противился этому и воевал против Давида. Но стать царем в Иерусалиме Давид еще не мог. Почему? Потому что, кроме колена Иудина, все остальные колена, объединенные с сыном царя Саула, противились ему. И вот в этой ситуации, находясь, Давид спрашивает Господа, куда мне пойти? И Господь ему говорит, в Хеврон. И дело не только в том, что Хеврон должен был напоминать людям о грядущем царстве Машеха и об обетованиях Божьих. Но еще и в том, что само название Хеврон происходит от слова Хебер, что значит объединение. Дело в том, что задача Бога на тот момент была в том, чтобы объединить под царство Давида все колены Израиля, не только колено Иудина. Подобно как цель Бога объединить все народы в царстве его, под царство Машеха, потомка Давида. И если мы с вами читаем о том, как произошло вот это объединение в древности, то мы видим, что это произошло через довольно большую войну и кровопролитие. И если мы с вами читаем пророческие книги о том, как произойдет установление царствия Божьего на земле, мы с вами читаем, например, у Захарии о том, что тоже будет большая война, в окончании которой Машех придет на эту землю и установит царствие свое, когда он будет царить на троне в Иерусалиме вместе с иудеями. На минуточку. Сегодня весь Израиль считается потомками Иуды. Итак, изучая все это, я и прихожу к выводу, что если и говорить о каком-то городе, который второй по значимости на земле, то это безусловно Хеврон. Хеврон, который нам напоминает о тех обетованиях, которые Бог дал Авраму и Израилю, который нам напоминает о том, что царствие Божие на земле будет установлено и Бог объединит все племена земные под своим руководством. И приход этого царствия мы вместе с вами и ожидаем. Вот это то, чем я хотел с вами поделиться в связи с сегодняшней недельной главой. Да благословит вас всех Господь. В общем, еще Машех. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok